полтора года назад я давал интервью the flow мне пришлось сдерживать я не мог не мог тогда рассказать обо всем этом конкретно потому что мы судились вот наконец-то все закончилось я свободный человек все принадлежит мне весь мой каталог я избавился от этих пиявок и паразитов история вопроса в 2016 году шок заключил договор с компанией флэтлайн шок передал права на альбомы с большой дороги лед голод и хунт несмотря на популярность альбомов за полтора года артист не получил от флэтлайн ни копейки что послужило причиной направления в адрес выпускающей компании претензии о выплате гонорара и расторжение договора ввиду нарушения финансовых условий однажды мне написал олег лсп я с ним созвонился олег рассказал мне о том что он втихаря начинает проверять все свои отчеты полученные от а плюс и союз и посоветовал мне сделать то же самое потому что у него есть подозрение что а плюс его на и будет а я по глупости поделился с флэтлайн тогда еще не знаю что они во всем в этом вместе замешаны детей с деп советовал мне джем и джем помогли мне вылезти из всего этого то есть поддержали как юридически такие финансово вот в итоге а сегодня у меня дела порядке это благодаря как раз и джем флэтлайн отказался не только выплачивать гонорар артисту но и признавать договор расторгнутым компании а плюс студия союз и nca национальный цифровой агрегатор отказались изымать альбом из магазинов оставляя полученных продажи деньги себе то есть попросту обкадывали артиста издательство джем в целях защиты шока было вынуждено инициировать арбитражные иски против музыкальных магазинов яндекс и звук одновременно артист обратился в гражданский суд с иском о взыскании с флэтлайн гонорара за первый год работы я очень рад что все закончилось я свободный артист весь каталог принадлежит мне вот сегодня я зарабатываю свои деньги в свой карман мне не приходится кормить каких-то дармоедов что касается а плюс боровков хихикал сейчас я думаю не так смешно потому что это только начало они конечно другие истории будут рассказывать но хорошо смеется тот кто смеется последний в итоге за незаконные использования прав шока арбитражный суд взыскал с магазина звук 4 миллиона восемьсот тридцать одну тысячу двести пятьдесят рублей которые придется возмещать партнером магазина компаниям а плюс и студия союз с компании флэтлайн суд взыскал 517 тысяч семьсот пятьдесят девять рублей и это только за первый год сотрудничества изначально я думал что цепочка очень проста флэтлайн а плюс союз а потом выяснилось что там чуть ли не с десяток каких-то там левых странных фирм в том числе иностранных где каждая себе по чуть-чуть отщипывает там процентов 10 там процентов 5 в итоге артисту достается просто нехотворная какая-то сумма в результате судебных разбирательств была установлена схема обмана артистов артист подписывая договор с компанией полагает что то имеет прямые контракты с цифровыми площадками на самом деле схема выглядит так флэтлайн или иной мелкий лейбл передает право в компанию а плюс да в свою очередь в английскую фирму star media затем права переходят к студии союз далее конца и лишь потом альбом доставляется в магазин таким образом от полученных магазином 100 рублей пользователя по схеме артисту достается в 15-20 рублей схема обмана просто договоре указывается процент от полученной компании прибыли они цены продажи трека или альбома я никому не советую иметь какие-либо дела какие-либо выпускаться через а плюс или союз просто если вы слышите а плюс или союз это просто это мошенничество а плюс и союз это мошенничество это у них есть каталог артистов которыми не целуют зад потому что вынуждены просто чтобы держаться на плаву и поэтому как бы пытаются оправдать свою репутацию как раз таки наличием отдельных каких-то там артистов в общей сложности они существуют как раз как паразитизм они паразит они обманывают артистов они их наебывают они это просто ну вот лайн это кладбище артистов и сегодня это кладбище сравняли землей